Дальше. Итак, развод усугубляет судьбу. Это первое, что нужно знать. Второе. Развод приводит судьбу детей к более трудному сценарию, потому что до этого у них была мама и папа, крыша была над головой. На самом деле, я когда спрашиваю людей, говорю, вы понимаете, вы чью судьбу-то разрушили, когда развелись? Они говорят, ну, мужа, наверное. Вы разрушили судьбу детей, мои хорошие. И поэтому оставаться надо ради детей, потому что семья ради детей всегда создается. Ради вот тех детей, которые у вас живут, совместных, создаётся семья. Это их дом, не ваш. Вы две крыши у этого дома. И когда одна крыша улетает, остается только одна, обычно мать рядом только остаётся у детей, то это значит, что у них основа становится слабее в жизни. Потому что мужское начало является основой семьи. То есть это фундаментальные принципы, это правила жизни. Всё идут через мужское начало. Если женщина остаётся без мужика, начинает воспитывать детей. Дети уже не такие сильные, их уже труднее воспитать. В этом, конечно, случае может сильно помочь духовное сообщество, если вы мужа потеряли, но при этом нашли веру. Ищите в вере в своё сообщество людей, которые бы помогли вам детей включить в правильную жизнь. И они там семью свою почувствуют в этой вере. Ну, то есть есть маленькая семья, есть большая. Люди, когда живут, работа-дом, работа-дом, им нужна маленькая семья. Но если человек имеет веру, то у него появляется большая семья. Вот это и есть более твёрдая позиция, потому что, когда хочется развестись, людей спасают старшие. Они советуют со старшими начинать, голова трезвеет, и всё сохраняется. Ну, то есть, другими словами, без большой семьи очень сложно жить в мире. Вот эта вот жизнь, когда люди просто дерутся друг на друга, кричат, это называется жизнь в невежестве. Когда люди не дерутся, не кричат, но у них много работы, они заняты целыми днями, у них есть какие-то общие интересы, они живут ради дома, ради денег, ради того, чтобы детей выучить. Это называется жизнь в страсти. А когда люди находят свою веру и начинают жить в духовной семье, получают образование духовное и укрепляют отношения чистыми, светлыми делами, называется жизнь в благости. Поняли разницу? Люди в невежестве всегда разрушают сердце семьи. Люди в страсти могут жить вместе даже, но не будут чувствовать счастье долгое время. Могут сохранить иногда, очень редко, семью, но они не будут счастье испытывать. Просто жить вместе и всё. А люди в благости, они сохраняют семьи. И, ну, по крайней мере, даже если не сохраняют, они понимают, что произошло, и всё больше и больше шансов у них сохранить. И в конце концов, они становятся очень тверды в своих возможностях быть счастливыми в личной жизни. Значит... Значит... ИD Д報導